Обрела новый источник дохода во время декретного отпуска. Жительница села Лингура Кантемирского района Анастасия Балан увлеклась изготовлением предметов интерьера. Благодаря Международной организации труда и Союзу народных мастеров женщине удалось открыть свое дело и даже создать рабочие места. Я открыла мастерскую дома. Там было мое убежище, где я могла изготавливать всевозможные украшения для дома. Я переехала в свой собственный дом и почувствовала необходимость самой создавать элементы декора. Когда Анастасия начинала, в ее распоряжении была всего одна швейная машинка. Благодаря поддержке Международной организации труда мама троих детей смогла развернуть целое производство. В рамках проекта мы вместе с девочками приобрели промышленную швейную и вышивальную машинки, промышленные утюги, а также ткани, кружева, аксессуары на длительный период. Анастасия говорит, что уже потеряла счет проданным изделиям. Мы заметили большой спрос на наборы в традиционном стиле. Их приобретают на свадьбы в качестве подарков для крестных родителей, на крестины. Мы втроем, объединив силы, пытаемся справиться с потоком заказов, которых довольно много. Мастерица обучила двух женщин из ее села, и вместе они открыли творческую мастерскую. Рукодельницы говорят, что работа им в радость. Эта страсть может превратиться в бизнес и очень прибыльный. Остается только стремиться и достигать поставленного результата. В период обучения мы ученицы получаем по 2200 леев. Это было подспорьем нашему семейному бюджету. Надеюсь, в будущем развиваться в этом направлении. Это очень красивое искусство. И я искренне надеюсь, что мы добьемся большего успеха на рынке. Возможно, со временем выйдем и на международный уровень. Технике работы у мастериц обучились еще 8 женщин из нескольких населенных пунктов Кантемирского района. В течение трех месяцев они получали стипендию на обучение в размере более 2000 леев.